доброго времени суток продолжая сегодняшний замечательный ночь вот заодно решили саши тут третье видео в гараже снять вот заодно уже про нож расскажу как и обещал его я переточил переточил в такую небольшую линзочку переточил просто сейчас я достану фонарик будем пытаться показать это все переточил просто надфилем и заполировал микросхемой у корпусом микросхемы керамическим значит после этого сегодня уже провел тест дараев ну сейчас сами все увидите то есть действительно для этой стали мысль моя оказалась правильно сделать немножко другой угол заточки но мало того что другой угол заточки сейчас я протру слегка и еще немножко подлинзовать но я скажу сразу я вот эта линзочка она у меня получается естественным образом давайте наверно вот сюда как ложки вот и как видите ни одного засвета то есть зря я на 100 люк угнал но она маркетологов на гнал не зря вот я специально немножко углы так и фонариком вот конкретно подсвечиваю но засвета но это мусор просто я просматривал на свету можете поверить засветов нет отработал хорошо и палочку им постругал только шон зубочистку чтобы показывать на гильзе вот как бы резал поперек какую-то не бамбуковую но поперек тупо продамом прорезал вот этим местом следа 0 ну как бы то елки шишину тут вот то есть вот так вот немножко уменьшил угол видите подводик вот так тяжело заметить да вот и я его немножко вот этой микросхемой просто заполировал почему конечно если не заполировать микросхемкой рез будет такой более агрессивный более такой зубастый скажем так как пилой будет резать ну по моим ощущениям это более приятно там на помидорах там по мясу и так далее но держать она будет за точку меньше это почистить по опыту то есть как бы легче мне немножко перри приспособиться но зато там точить там раз в пару-тройку лет вот нож взял винты у винты взял торгс нужны для осевого уже дома у меня лежит вот так что разберу попробую немножко по центру выставить клин напомню да он после юза там немножко не по центру вот но и заодно у меня сегодня с собой нож который у меня самый пока что долгожитель который постоянно всегда со мной который обещал показать вот он венгер такой вот он мультитул чик что здесь есть быстренько вот так открывачка кто знает венгеровская отличная доволен этим ножом полностью вот с отличная в том плане что ее можно использовать не только как открывачка из жести что-то вырезать вот так викториноксовская не получится у меня и викторинокс был у меня его сперли на какой-то где-то не помню отверточка так что пила применялась отлично пашет работает шу викториноксовская швенгеровская удар в удар ничем не отличаются я не нашел отличий ножницы огонь напоминаю ножу 12 лет сами видите с пружинкой но даже если пружинку заедает ничего страшного вот ногти там обрезать обрезал чик вот сюда надавил он обратно выклазнулся система класс конечно не клацает он так как викториновский савский вот эти вот конкретные клац цок там ноут этого как бы уже лет после трех не было ножек вот такой характерной формы он немножко другого цвета и он как бы вроде бы и в зеркало заполирован вот его я всего за эти 12 лет точил три раза причем один раз не точил а губил здесь тоже у меня система правда здесь побольше немножко подводы но относительно толщины ножа почему потому что понятно это ножик кармана он от таких нагрузок не испытывает но он был заточен в бритву грубо говоря то есть он брил и сейчас держит все это дело есть там какие-то небольшие небольшие там какие-то засветики микро но опять же вот это касательно ножа и пилочка которая долго сетовал на то чтобы здесь лучше был надфиль или напильник или что-то такого рода но потом открывая нож отдирай ноготь очень удобно его в общем наверное для этого она грамотно здесь размещено как оказалось штопор просто огонь все да незаменимый инструмент очень хорошо с девушками помогает знакомиться вот и шило тоже венгеровская просто от него восторге колупает на раз два три дубовую паркетину проковыривал порядка минуты не помню засекал даже время в чем прикол она вот так вот в две стороны снимает стружку и туда и назад викториноксов только в одну сторону и одной гранью но это вкратце зубочистка уже давно утеряна тут корпус разломался пинцет есть и работает активно волосину зацепляет выдергивает легко проверяли недавно что еще ну колечко никогда не использовал ну как-то и вынимать лень но такое 12 лет уже он и в костре побывал падал в костер и в ацетоне вот это вот слезла она такой бархатистый было покрытие как от софт-тач или софт-лук но папа болезла но так получилось что разлился ацетон прям на него но я пока вытер и ну не ацетон 647 растворитель но смысл такой немножко от покосов но тем не менее работает я его ценю и так далее плюс что удобно вот у меня есть такой фонарик тоже простецки но сейчас покажу карман джинсах от всех кто знает боковой этот пистон как там его называют вот отлично сюда но все вставляется ножик и фонарик и всегда под рукой и фонарик вот просто взял и фонарик и ножик а этот ножик а этот ножик сейчас по крайней мере ну пока зима у нас и холода вот на задние сюда цепляю пока здесь он живет все по правую руку достал учусь клацать но я в теннис настольный рай поэтому кисть немножко работает пока не очень то есть его как бы так не одним движением а приоткрываю открывает и пятятятятят тварачи но в принципе еще пару слов буквально сегодня день огонь день отличный прекрасный и великолепны вот почему потому что сегодня у меня 44 русских купил сегодня нож заточку подтвердил и погода просто фантастическое как сказках андерса я думаю мы сделаем сюда добивочку сейчас выйдем за заражом и И для фона видео сделаем вам красивую картинку на улице. Ну а на этом все. Любуйтесь дальше природой, снегом. И обязательно соблюдайте, при этом, при всем, не забывайте соблюдать правила техники безопасности. Вот такая у вас сегодня погодка. Снег скепит. Красота. Сильно сижу. Ветра нет. Тишина. Вот такой вот у нас, не знаю, свет, как позволят увидеть. Ну, в общем, поверьте, везде все красиво. И вот так вот засыпано с нее. Ну все, удачи. Пока. Соблюдайте правила техники безопасности.